Это ульт-команды Левиафан. Мы уже поняли, что пуджа им не дают, они решили просто вот так вот ультануть и взять сразу фантом-вальца. У нас первый инвокер в Америке. Да. По крайней мере, из всех, кого мы видели. Ну, слушайте, посмотрим сейчас, как этот инвокер себя покажет. Пишите нам, кстати, в Твиттер хэштегрухаб, либо просто нам в Твиттер. Либо просто факеров в Твиттер. Или факеров. Пишите все факеров в Твиттер. В Твиттер, пожалуйста. В Контакт не надо. В Контакт. Он уже страницу пошел закрывать, так что можно даже не стараться. Да, на 5-минутный дилей, так что все в порядке. А возьму я, оставлю, посмотрим, сколько вас работяг тут не на спаме. Много-много работяг. Нас ночью смотрят достаточно. Посмотрите просто на баны. Дриада, Абадон, Пудж. Пудж. Нет, Пудж, это понятно. Когда играет команда Левиафан, Пудж, это нормальный дефолтный бан. Так должно быть. Так, кто там опять жует этот? Микрофон. Это Серега может ногами. Серега, хватит ногами жевать микрофоны. Чесать микрофоны или что там? Люди что-то там все общаются. С факером там опасно находиться. Он меня микрофон отключил просто. Он всем микрофон отключил, взял режиссер и отключил. Просто Серега не принял нужную позу. Там надо перестать просто двигаться, когда ты лег как-то как надо. Сельдь. Котел. Во все тяжкие парни пошли наконец-то. Кайф. Реально кайф. Причем реально этот котел тут вообще ни о чем. С моей Ваней Альянс Дота. Ням-ням-ням. Фурион и Пак давай. Пак, Пак точно. Не, Лондруид может еще какой-нибудь такой левый. Или нет, ну Фурион и Пак это по Альянсу. С Лондруидом тогда отбиваться, драться не о чем будет. У тебя будет Мишка бесполезно бегать, Ланцер бесполезно бегать, Котел и Вичдоктор. А Левофан уже поиграли как Вега, теперь решили как Альянс. Ну да. Маски одевают. Получится. Говорят, мы всеми стилями умеем. На всех героях, как соло. Четвертый пик Архон. Ну Саварт надо забирать, а потом уже стрелять керри. Лоранжевого надо какого-то взять. Например. Рэнджи Фулспирит. Дезераптор какой-то. Дезераптор неплох. Умеют ли они дезераптором играть? Даззл неплох тоже. Ну Даззл такой стабильно рабочий вариант. При любой погоде. А вдруг сейчас будет Скайрат Мейдж. Ну что-то мне кажется, Ланцер, Котел и ВД в Хард придут сейчас. Дальше. Они могут. А сейчас может быть просто... Плюс Фуриончик подлетает какой-то. Ой, не, ну это уже слишком. Придет туда раньше Суппорт, Андайенко плюс один герой сильный. Развалятся ваши триплы в соло тень. Да нет, если Рэнджи под Дикей не будут подставлять, то нормально. Они будут подставляться. Это Америка. Они втроем будут подставляться. Америка, Америка. Это красиво. Четвертый пик. И это Баунти... Слушайте, Баунти Хантер. Интересно. Играли уже архонды сегодня Баунти Хантером и Слардаром. Я как раз таки зачитывал, когда один из предыдущих матчей... Нет, они отдельно играли раз Слардаром и отдельно играли раз Баунти Хантером. Как раз когда они играли Баунти Хантером, у них был Инвокер. У них был Инвокер и Баунти Хантер в одном пике тогда в той игре. У них еще тогда был Сент Кинг. И Фантум Лансер. но это раз они против фонтам лайнсер играть вместо пока queen of pain заехал какой-то нужен герой все-таки с magic прокастом чтоб хоть кто-то у тебя убивал в этой команде хоть как-то но я могу чего-то дарксирчика доброта будет более-менее вместо фуриона это брат рума улица в банк а тархонов но и минус джигер но они конечно тархоны они думали там будет четыре мили типа два саппортного милишни саппорта уже как бы всякая возможность всякая что вас пик покажите нам что вы умеете будет какой-то кэри подсладарчик чтобы раздавал анти-мейдж не последний для либо но слушайте 4 не не нравится вархон не очень нравится с лордаром даем бонки хантер анти мяу анти мяу короче все давайте нам уже айджи вигас против лула я уже не хочу встретить америку я уже хочу айджи вигас без комментариев эта игра пройдет прям берем сейчас 50 минут до это и уходим на паузу я не я так ним не могу я что мы же мы же это мы же каких как они как эти называют арминтатор профессионалы спасибо работяге серёга вообще все не за всех работа у вас без отрыва от производства просто я просто люблю американскую дату настолько что я просто не могу от мы пришли я надеюсь что они нас удивят хотя бы нас пиком нет должен им уже нечего делить пообщавшись с коллеги и мы пришли к выводу что я поспал за сегодня четыре часа серёга поспал два часа я поспал с двенадцати до пол четвертого вова поспал час с четырех до пяти ну короче у нас часа до трех у нас на всех десять с половиной часов сна и нам еще в эфире восемь часов работать 3 бастов 2 еще плюс это карта сейчас три часа серёга ты чё ты булки тоже расслабил ты вчера в это время только пришел вчера в три часа ночи мы только начинали в натуре не мы даже в четыре начинали не в три так что у нас еще весь китай впереди кто-то сказал что я сдался я китай жду нет то что ты не сдался это я знаю ты можешь вообще по круглосуточно фигачить я помню я помню что он всегда рассказывает что я вот это по ночам валил кита валил америку а он мне рассказывает что после того как он всю ночь валил америку он еще в 7 утра приходил ко мне на китайские стримы до часу дня еще китайские стримы с ауе залетал с вца типа а речо мне а мне делать нечего по веселое что-нибудь веселое не ну какой веселый вот вот это веселое по-твоему нет но они типа альянс а я тебе сказал что будет ландруид ты говоришь ну точнее потом решили что это полная шляпа но это знаешь как левиафанс левиафанс не вообще чё вы левиафан хороший пик нет ну фантом лансер же есть скотло же есть но они реально триплой пойдут в сложную против антимага и андаинга да и это вполне ну рабочая страта это да против антимага да только представляешь что с лордар и баунти хантер с мишкой натворят я смотрю на этих героев которые тоже почти все без станов и это просто будешь оформящий трэш 60 минутный не 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 да да не серёг в америке такого не бывает снимаешь наушники отворачиваешься серёг нет я буду смотреть на последнее мы можем да ну вот сейчас сейчас эту игру мы будем смотреть с аналитической точки зрения мы будем выискивать американский бдсм что-то американский бдсм первое открывать ладно ладно давайте все проснулись архон против левиафан последняя игра америке на сегодня для нас после этого еще будут играть комплексити но эти матчи вы уже сможете посмотреть но разве что в дот в тиви а потому что мы их комментировать не будем так как мы уйдем в китай до от войны бард сейчас зизу начну о гости давай давай зизу давай еще его еще его и они не пошли в хард вот смотри вот и вот за тобой бежит баунти хантер он тебя греет у тебя ты дал петечек подряд почему ты можешь взять сразу иллюзии просто отпрыгнуешь а у них медведь пойдет в сложную линию они пойдут в легкую а чё у них будет делать вот этот вот пацан не на самом деле арчер архан думали что они задоджит трипло вот поэтому антимаг начали пошел вниз сейчас они прочухали он пошел вверх возвращается просто не но антимаг там против медведя ему будет ну типа норм и если с кем-то то вообще нормально он должен быть с зомби правильно потому что даже если вещдоктора будет помогать где там этот вещдоктор вот он бегает даже если на топе буду медведю помогать но все равно эти мага не нужна помощь он вы будет выводить крипов вот уже начал мне ну в принципе да он повел повел и ты ему ничего не сделаешь здесь абсолютно такими героями медведя не убить вот этот пытается поблочить не отвойди не отвойди он даже не смотрят да я просто в полный мишка может стыдно что так что так просто отводится крипы он не бульдог значит а мог бы что это за бред ну серьезно почему он не подождал пять секунд пять секунд поводил вокруг елки там этих крипов собрал бы две пачки крипов я помню когда один раз фанник собирал три пачки крипов потом они сломали все до хайграунда там не три там нормально да или четыре я помню фанник сам не понимал что происходит думал сколько фарма сколько денег просто пришли базилку включили никуда не торопился просто в той игре все равно все нормально сделал вроде как мог бы сделать получше ладно на топе у нас там медведь стоит против антимага ну тут антимаг будет фармить крипал и хорошо себя чувствует здесь у нас сложный ему играет на слардаре зизу фармит флайнг зибра будет ему тут помогать делать полы дабл пулы заливать ману и ну короче дефолтная дабла который уже лет двенадцать наверное фантом лансер и и котел на но и в виде у нас квину она была лет пять назад когда чуть ли не в каждой игре лансер лансер котел спамил копии реально круто было так тогда лансер был лучше ей баунти хантер 6 будет резать коня а что он ему сделает умер бы веном будет резать а ну так же надо есть так решу зачем за руну повелся повелся не так руну заберет как но коня можно сейчас пойти еще раз подрезать какой-то конь это подвордом конь конь видел что он забрал пошел за ним он сейчас так будет так конь его обманул смотри новый лес агаты карты вообще не знаю еще раз прошел маху на новый лес и все и конча спрос ура-кура идет интересно по манте хантер пойдет ханить а нет тоже на хосте подбежал шибе он тоже не хочет отдавать сша вич доктор то в натуре на топе о боже он молодик ткачает молодых на армии он солян а там они медведь не ешь солянного я когда гонять надо у таких его таких героев молек нормально работает не когда стоишь вообще два в один ну против одного героя нормально вот второй пришел ну как я сейчас огребетいます же его вступит меня не не нетам там еще мало один удар им это было еще сделать и они вам все равно под кольцом ботанга там фиксится сделаешь получил дик типа да первый мальдик был бы второй все но мне было бы них не 2 до тоже не умер бы там гуса бы хватило абсолютно полностью если что еще но второй плюс пара тычек может быть бы хоть был еще зомби сул рипом так что в принципе по цель в любом случае скорее всего может быть и нет опушки монолик котел без волны останавливает рыбу монолик на от нее он думает ну а зачем волна так сейчас же все котлы с моноликом он сейчас ну типа насколько я помню понял он пожестче стал ну короче просто я как котла не встречу где-то на волну меньше уже фокусы антихантер потратился последний сентряк не хватило реакции котел съела до в итоге неприятно сейчас вайт бэрда надо подрезать вот в центре на линию забежать не может и вот забегали online пушится на сардара у него все устраивает я думаю в принципе да просто что бане есть так что вы можно не печалиться как на руну пошел и сберет еще часа на баунтиру нас три баунти баунти ну вот тут все линии примерно ровненько наконец-то да вот пять минут и действительно никого преимущества нету то есть вот тут идут три товарища ровненько поделась создавал дэм может всю карту прибежать прийти на топ и убить кого-то а вот это вот этого резать в его подвар дом зачем так сделал но он не думал что есть в арте не знаю но просто беги на топ зачем-то за этой квопой бежишь за был дэм же где-то бежал бдэ бы закончилась уже да не надо долго висит он очень долго бежал а кого бы там подрезал с антимагом вич доктора смысле он вич доктор трейд хп с удара снимет сейчас пойдет мод как раз дойдет и ну действительно к этому моменту закончится уже что с ларда что лондроид стоят в флейне вроде как против даблов и у обоих по 16 там крипов как у кэри практически не но тут такая себе дабла то есть тут там у нас лошадь бегает но они просто играют на топ смотрите там бха пришел не умер боже мэри дикт но мэри дикт первое вложили умрет умрет вопа ну вот он вайдберт пришел а мэри дикт второго уже уровня ну это опасно ну внизу такая дабла просто ну они взяли но не знают как это работает как многие делают там с всякими думами то есть если бы он просто по кулдауну кидал копии ему заливали маны снафтар бы просто отсюда убежал намного лучше но в итоге они что там бегает это транквилы сейчас вообще фиолетово на эти копии уже антимаг умирает топе мэри дикт каски два раза отлетели все да джио поймали убили 2-0 левиафан что творят что творят джио левиафаны первые могли выиграть и вторую хорошо начали эх я на первой там вообще перевороты были одни могли выиграть там вторые потом опять первые то есть ну хотя бы более-менее ровная игра сейчас действительно первый раз за американскую шестую карту мы сегодня смотрим и первый раз у нас более-менее хоть хоть все ровненько ребят пять минут прошло все закончится одинаково да спасибо серёг что успокоил взял заспойлился серёг нормально же обещали сейчас расклад шестой сезон игры престолов пойду погуляю теперь полчаса все умрут да все умрут все умрут все кого вы любите да просто все все а те кого вы не любите как раз будут жить выбирайте кого ли вич доктор принес айрентелл медведя как ура и фласочку нормально топовый саппорт ну а чё у него маны не было он сбегался домой принес я тебя тайланд принес иди в лес я тут теперь стою сша и он ему счастлив не даст и тут шестой уровень у него скоро будет пятый получит на этой линии медведь как раз зафармит эту стак и вернется медведь еще куда-то может да нет через лес сбегать зачем линию которая выигрывает оставлять антимагдаль сейчас будет напрягать и антимаг кстати 29 на 5 медведь 24 на 5 то есть это не принципе ровно по крипстату да то что сдыхал джио это как-то баланс рапал то скрипов уже да да фантом лану блин это неудивительно таки должно быть какой опасно это он типа подстан хотел его развести на как-то не вышло и сейчас смотри побежал побежал что сдохнет бежал меня нету дупельгангера лол там она легче будет ну дупельгангер это на кулдауне просто сейчас умрет раньше надо было много это уже уже как он это просто тотальный ужас конечно но мы пытался еще погнаться за файлинг зеброй не надо было там дупельгангер и квапа сбирать одного квапа ну за вайтбердом уже прыгать не будет увидели до разводы от лансера как он хотел как он сидел очень модно топи инвокер спину выходит у инвокер в игре и антимаг умирает правда там корни банки тит спаддам они хорошо выходит спирого удара спирого дурак хорош корни прожал ещё раз просим еще раз пробивая корни славал давай малидикта нету корни корни или не божественного мишенько все еще парни корни с 1 1 1 ну нет не прожить давать на сейчас пропрет давай 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 не пошел просто прожимать их надо не директ станд они же они же вот где-то надето но тут почему тут кнопочки да он Прожил просто, он убежал на базу. На S надо забиндить себе и... Ну ладно, не на S. Акаша ворует руну Баунти Хантера, если бы она еще чухала, что он тут. Так, а кто карты вводит? Ветель, да? Да. Я буду говорить, куда переводить. Вот так вот. На топе нападают на медведя. Медведя, кстати, добить надо. Медведь перевызвал. Так он упал хвост. Какой? Его убили, брат, брата. Пропал сам Мишка. Героя-то не видела в камере. Ну, бывает. Ну, убили. Ну, вау. Да все просто на Китай уже настроились. Да я уже жду лу. Мне уже на все вообще пофиг. Лу-о! Вот лу-о! Меди-зомби в спину к лансеру. Ну, это так. Разминочные. Чего-то все в спину забегают. Может, прекратятся? В смысле, американцы. А лансер просто стал за антимаграмм. А GEO, по-моему, худ делать. Худ? Да. Нет, Владмирс. Это худ. Осталось кольцо и Клака. Я думаю, может быть, он сделает просто-напросто... Боже, серьезно худ? Против Котла... Нет, это типа Баттлфури с Владимиром. Это Баттлфури хедресс, да? Да, слушай, а прикинь, худ. И пассивку в 4, и такой... Чувак просто Квилинг Блейд, Пурман Шилд и худ. На холл позиция встать. Он перед Котлом встанет, скажет, давай кастуй, что ты смотришь. Вот сейчас только он захочет скрипа ударить, сразу умрет. Акаша снизу с ДД может заберет тавр. Ну, есть еще глиф. Баунти Хантер 500 хп, если сунется, она его просто из двух хостов может забрать. Из удара. Баунти Хантер десятая минута, у нее четвертый левел, пятый. Только взял, ой, 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 скрин на правую, увидел, интересно? Вон, да, да, увидел. Да, заметил. Там два клика уже было. Плайнг Зебра там маякует, говорит, туда, туда, говорит, беги. Там основа. Фак, помоги нам, мы справляемся, сыграй. Слардар, справляемся, сыграй. Да справляйтесь вы, что-то. Нормально, справляемся, что-то начинается. Там же ведущий на боковой. В смысле на боковой? Аналитик, ты думаешь, не на боковой? Я сбоку, но я в деле. Аналитик, мне кажется, просто слушает нас и будет говорить, куда камеры водить. Он просто лежит спиной к экрану. Типа я тут. Так, что там? Я покажу, наверное, Networx, потому что 10 минут игры прошло. Мы видим, что Invoker на первом месте по Networx. Invoker у нас по-савексовски. Invoker играет через Orchid будущий. Это хорошая, наверное, идея. Там два Orchid будет. Да, у QAP и Invoker. И HUD у G. Если бы он купил HUD, на самом деле ему бы сейчас этот копиелансер вообще был по барабану. Но приходится отступать. Так же, как и Illuminate. Он бы просто стоял бы и танковал бы Illuminate 2-го левела. А так, видишь... Теряют тавер на миде. Да, и это, кстати, вторая уже вышечка сейчас будет. Акаша в Invoker прокравился в Чужой лес. Я думаю, что найдет кого-нибудь. Потом зомби-зомби биты. Если бежит домой... Ну, не хватило, вижу. Посмотри, как G.O. фармит снизу. Красавчик. Кайф. С худом. Это он грибы собирает. Ботинок купил. Так, а что он... Алло. Там крипы внизу. Не, он не видит. Он не видит людей. С 3 он видит. Только что в миде есть один герой. Это не знает сколько. А вот на топе заметил. Сейчас пойдет фармит с 3. Опа, сразу. Видишь? Ну, самого страшного заметил. Катил такой дедушка бежит там. Не, ну он осторожность превыше всего. Осторожно, торнадо. Будет ли еще какой-то колд снэп. Да, есть колд снэп. Не уши. Проблемы огромные. Стоит минус. У тебя кассочка залетела, но... Но все равно они уже 5000 где-то проигрывают по деньгам. Не, ну куда? Вот видели этот килл? 3 800. Это камбэк. Это камбэк? Ну, поверьте мне. Не, вот этот вот пацан, у него, кстати, будет 2 огромного левела векс, когда он начнет выбегать уже с Орхидом. И он, в принципе, сможет там снайпить вот эту подругу. Он с Орхидом к любому, кроме Медведя, убивает. Да, да, да. Действительно будет месить их. Ну, там Пэл еще не скоро. Баунтихантер подкрался к Медведю. И что дальше? Зовет друзей. Говорит, резать будем. Он говорит, рыба, иди сюда. Ладно, пойдем. Не, ну, слушай, трек есть хотя бы уже хорошо. С треком уже можно... С вам без стака, это, наверное, 2 респа сразу будет стака, да? Дикейм второй. Не, он не умеет так. Да ладно. Не умеет, он не смог делать. Ой, на топ, слушай, сейчас. Он вообще никак не умеет. То есть у него даже там не было стак, он с подветриной заходит. Сейчас будет очень интересно, квапа потратила блинг. Наконец-то экшен. Ну и флафын став, вард текнули. И флайг зима. У котла есть рекол, если что, ланцера позовет. Котл умер. Ну да, уже позвал ланцера. Есть ТП, прибегает Джио. И надо хоть что-то постараться сделать Архоном. Ну цепанут не ушима, пошел кулотснэп, а не ушима, очень больно. Сейчас под треками начнется движняк. Да, что-то такое себе пока движняк. Да, следующий. Все просто разбежались. Ланцер на куру. Зизу, куру я. Давай, грызи. Ланцер убрешь из-за этого. Ну у него Дуппельганка говорит через 6. Не, не успеет. Ой, надо. О, рыба провалилась. Ну еще два удара. Не, он вниз уйдет. Он сейчас не уйдет, смотри, он здесь останется. Торнадо. Не, ну все окей. Тупого Зизу. Ну могли бы дать Торнадо, Торнадо бы добежал, я думаю. Мы видим, будет у него скоро Дезолятор. У Ланцера? Он говорит Дезолятор. Боже, Дефюжел Брой. У Антимага Худ и у Ланцера Дезолятор. Почему бы и не Дезолятор слушать? Фантом Ланцер действительно. Фантом Ланцер с Дезолятором, Антимаг с Худом и у нас хорошая американская дота. В спину зашел Баунти Хантер на топе, а там Сентряк. Здорово. Привет. Он врет, по идее. В стихии. Не надо трек же повесить, но... Не, он на базу отправился. Типа, вы убегаете, глупцы, у меня 100 хп. Вайтбард умер. Кто умрет? Он умрет. Боже, какая-то такая... Выбор сделан. Какие-то такие рандомные драки, если честно, происходят. Просто... Акаши с Орхидом. Мы ее поздравляем с этим. Фантом Ланцер, Инвокер тоже будет с Орхидом. А слушай, что там было в Курьере, я чуть не посмотрел. Антимаговские, наверное, какие-то. А, в Курьере, да. ПТ было антимаговское. Ничего страшного. Все-таки Худ был бы правильным выбором. Ты думаешь? Он бы уже с Худом хотя бы бегал давно. Ну, согласен. Согласен. Тут, в принципе, не поспоришь. Что там у Медведя? Медведь 2200 денег имеет. Это немного. А хотя, что, 14-й минута, а у нее есть... До нее нормально. К 20-й минуте Радик так делается, если он не умрет. Да, в принципе, делается. Медас гейминг. Понятно, ладно. Я думал, хотя бы быстро закончить. Что там ты, Серега, говорил про 60 минут? 60 минут и килл на Инвокер, это камбэк был. Да? Ну, камбэк, ну, 5000 уже. 5000 левиатан и... Сейчас вниз падет. Полторы экспириенсов. Появится Орхид на Инвокере, все будет, все изменится. Блинг на Слардаре. Да, Слардаре, Орхид на Инвокере. Это серьезно. Там прям киллы один задний. Еще он Ундаинг, смотри, левел Фофенстав тоже получит. Ну, более-менее начинает разгоняться Архоны. Им надо выигрывать, понятное дело. Ты Левиафаном тоже, наверное, если Левиафан здесь проигрывает, то, скорее всего, это все. ГГБ Поланая. Ну, слушай, Архон сыграли. Смотри, смотри, минус. На, давай. На, спасибо, что назад отвел. Две курицы мертвые на данный момент и одной и другой команды. Ну, вот Вайт Барда за это накажет. Боже, как же его. Давай, наказывай. До конца. Беси его просто. Не, ну, он красавчик, он все правильно делал. Воевать навсегда, не сдаваться. ГМП в Медведя. Хорошо, минус мана. Не ТП шнется уже. Отлично. Пацаны, Медведь без маны. Минус Лансер. Это очень важно. Не, не, он снял апплифай. Давай, давай, давай. Дерись, борись. С дефузами, 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 бежать, бежать, бежать. 7, 6, 5, стан, стан, ну, стан. Да ладно? О боже, а он же мог его просто, ооо, акаша пришла. Просто это все под тамбой еще, к тому же происходит. Да, он там был побит. Тимак пришел бесполезный. Боже, что происходит? Я не знаю. Много зомби, очень много. Это просто зомби апокалипсис. Все, зомби нету. Беги. Не съел зеленую штуку. А файри фай у него был? Да, у него был файри фай, а мог стал. Еще добавить, добавить. Это все под треками. Да, это все, кстати, три фрага были сделаны под треками. Три в два, кстати, размин более-менее в плане, ну, там, по героям. Но под треками мы понимаем, что это двушка голды для архонов. Двушка. И три голды для левиафанов. Три. Это сдача. Просто 2019 и три, разница 2016. Год какой-то. Это иллюминатия? Иллюминатия. Конфирмут. Это 2016. Крупье, знаешь, кидаешь за хорошую раздачу. Да, да, да. Возьми пятерочку, пожалуйста. Спасибо за занятие. Трешечку на чай. Трешечка на чай. А вот так Ярославий смотрит. Инвокер в атаке. Здравствуйте. А ты же можешь его заорчидить. И что дальше? И все, под треками. С руки забьет. Сколько за нее дали, вот, интересно, под треками? Где-то тысячу. Сейчас посмотрим. О, больше. Слушай, это тысячу пятьсот, тысячу сто экспы. Очень много денег дали. Она штоп-один, Панетворс. Да, была. Сейчас ее будет инвокер. Графики вернулись сразу в ноль за четыре фрага по треками. Ну, Кумбак Израиль. То есть тут вот. Все, ребята. Не, Панетворс на самом деле все выглядит, ну, довольно плачевно для Архуна. По графикам так не скажут. Даже непонятно, где деньги. То есть Панетворс он там лидирует полностью. Левья фанель. Все герои. Мек появился. Не, ну вот этот вот что-то вынесет скоро, наверное. У него там, мы видим, почти Battle Fury. И рано или поздно этот герой станет полезным. Хотя вот Джио прям очень плохо что-то играет. Как-то вот прям что-то вообще непонятно. А, у них Antimac еще есть. Да, я же говорю, Antimac это вообще, вот пока его нету. Он есть, но, короче, он очень странный предмет. Типа как бы есть, но его как бы нет. Но сейчас будет Battle Fury уже. На самом деле так-то треки плюс Antimac, который будет сплитать с Invoker, тут у Левья фанов не очень большие перспективы, если они не будут давить. Очередная серия американского сериала. Форсаж 7 какой-то смотрим. Все и так известно, что будет. Теория большого взрыва. Минус квопа. Нормально, на развороте тоже засалится. Он ее с рук забьет, она умрет. Ну да, и все, до свидания, Шиби. Слушай, Mancus Forever-то вот надо начинать 2000, надо что-то интересное добрать еще. В смысле, я бы дезик взял бы или блинг. На чувак вапа EUL будет делать или сразу в БКБ какой-то пойдет? Да, если она EUL не сделает, она будет умирать по кулдауну. Но тут без EUL вообще никуда, она пытается... А, она огонь им делает, красаву. Ну, сейчас придется делать EUL, потому что... Телепортов нет у Core, только у Слардара снизу лайнсер на НТ-2 заберет на халяву. А Bounty Hunter, опа, медведи сейчас поймает. Под треком все уже здесь, вся команда. Стан, ой, как больно, тамба, медведь. Некого Bounty Hunter есть еще. Неплохо, да, это очередной факт. Касточки, касточки. А что дальше? Ну, а что дальше? Лучше сюда не лезть, потому что тут целая бригада, и эта движуха Papsi может плохих вещей натворить. Ну, очередной кью под треком. Вот неопытную команду, ее сразу можно заметить не только невозможностью реализовать пики, которые делают-один команды, да, тут умирает, кстати, котел тем временем, но и тем, что вот они, у них какая-то догма есть там условно на выбор артефактов, и они абсолютно не могут их варьировать. Ну, то есть, квапа видит, что квас-вексовый инвокер, квас-вексовый инвокер всегда собирает торчит, но сразу пойди ты в Юл. Зачем тебе торчит на квапе? Ну, просто увидел он, что вот популярно. Он просто хотел сам ловить антимага, я так понимаю. Да, ну, хотел. Да, не-не-не, надо было определенно, Юл, может, там, БКБ какой-то. Ну, БКБ решить глупо? Не, БКБ... Не, ну, Агадим это очень глупо. Ты просто будешь БКБ тратить до пяти секунд за... Не, Юл вообще амплифай снимать, треки снимать, орчид снимать. Ты за 10 минут у Фэнвокера с орчидом доведешь свой БКБ до пяти секунд. Зачем тебе это надо? Не, Юл оп здесь вообще. Был бы. Ну, вот линза у Вичдоктора. Да, вот линза у Вичдоктора, мы видели линзу Дазла, которая себя аж один раз в игре продала, хотя, может быть, не один раз, один, то, что мы отметили. Вот линза у Вичдоктора, а это прям интересно. Теперь можно палку на длинной руке поставить. Инвокер на миде хочет с Баунси Хантером поймать, хотя как будто в спину. Просто палку за два километра ставишь. Все, сейчас через пять минут антимаг будет с 15 тысяч, ну, не пять, через 10 минут с 15 тысяч на творчество, просто на топ-1 будет уходить. Я линзу на Энигме видел, там Блэк Холк остается вообще там через этот, через... Чего ж ты раньше-то молчал? Вова, Вова, поздно слишком, Вова, к сожалению, придумали этот артефакт очень поздно. Я понимаю, что он бы помог в каких-то ситуациях. Ладно, если антимаг... Ну, они начали против инвокера держаться вместе, хоть как-то, не фидит, чтобы этого Баунси Хантера... Не, ну, правильно! Акаша с гемом! А сейчас не в инвокере дело, сейчас инвокер все свое дело уже сделал. Он Акашу убил два раза. Ну, вот-вот они пытаются давить антимага, видишь, лансер... Лансер сдох пару раз, антимаг сейчас сам будет уже их сплитывать. Он идет файтиться. Не, ну ему пока рано. Ну, хотя, что, 13-й левел, есть БФ, есть Владмирс, уже можно что-то там придумывать. Архонам сейчас нужно выйти как-то в смачке, можете подраться через даггер. Одного героя моментально стереть под Амплифай. Ну, вот сейчас антимагам графики вниз поползли. Сейчас так будет только хуже и хуже. Да-да-да. Там уже 5000 экспы, 3000 денег. Каша БКБ делает. Килл на Вишдок 3, помните? Какой именно? Переломный момент. Который камбайк, ты сказал? Есть ворды, они знают, что нарушание Архон, наконец-то, придут. Ну, тут очень быстро упадет Рошан, поэтому надо быстрее сюда бежать, как бы, под Амплифаем. У них Мишка на топе, они не могут драться вместе. Есть рекол, есть рекол. Ну, так, а медведь, чё? Есть... Всё, минус Рошан, там вообще секунду с стартером. Ну, да. Ой, я у антимага две жизни. Ну, это 5 минут фарма, скорее, две жизни. Не, ну, окей, 5 минут фарма, это тоже хорошо. 5 минут безопасного фарма. Да? То есть у Архонов дела все лучше и лучше. Молодцы. А до матча IG Вигас против Лоу осталось 28 минут. Успеем. Я думаю, уложится как раз сколько там, 22, да? Да, вот, кажется, до 50-й ул. Антимага Лансера два раза убьет, и всё. Под треком какой-нибудь. Антимаг с Монтой уже Лансера сильнее такого. Появляется тут тем временем Аганим. Есть Аганимчик у Монг из Форевера. Ещё сейчас проще будет. Хороший артефакт. Как он, 15 уровень? На 16-м вся будет максимальной крутизны для такой минуты. Крутоверт с пустотой. Крутоверт с пустотой, это серьёзно. Это что это такое? Это Юл, так что ли, называется вообще по-русски? Это карта в Хардстоуне. Карта в Хардстоуне? А, сори. Я в Хардстоун только играл раза четыре. И то по пьяни с Каспером. Я с этим не играю, он читер. Из Удрот. Зомби тоже дали гему. Всем по гему. Ну тут всё уже просто. Левиафаны не пушат. Архонов надо... Нет, по-моему, Левиафаны тут уже приехали. Они это прекрасно понимают. У них, ну, Медведь, да, вынесет себе... Ну, Пейл Лансер у них есть ещё там. Парахоном главное не нафидить. Антимаг должен убить всех. Ну, Лансер и Медведь он сотрёт. Но Котлэ, Антимаги, Вичдокторы вообще не обсуждаются. Ну да, это в принципе недавция. Там ещё помощь будет от Инвокера. Инвокер очень жёсткая. Он может один камбетчить. Как герой. Давно не было движек, когда последний фракт был. О-о-о-о... Медвадцатый, наверное. Нет. Тауэр, Тауэр. Ну вот, Котла убивали, да, как раз на двадцатый минуту. Три минуты назад. Ну, это бесконечные были три минуты. В три часа ночи это просто вечность. Если такие следующие, 28 будут? Ну, тогда мы просто уйдём на IG Вигас против ООО. Мы просто уйдём. Скажем, ребят, заходите, досмотрите в Дота ТВ. Да, а мы на... На Вигаса смотрим. Да, мы на Вигаса. Блин, что там Ванька сейчас? Что там кто-то знает? Где Вигас? Чем занимается? В Ване ничего не занимается. Ничем занимается. Нет, невозможно же ничем не заниматься. В Доту играть? Покер. В Доту и в Покер. А Покер сейчас в России можно играть? Потому что у нас с Киеви позакрывали все покерные клубы. Мне это бесит. В интернете? Нет, в интернете это понятно. В интернете неинтересно. А так только подпольное. У нас подпольное официально нельзя? Как подпольное. Только подпольное. Казино закрыли же везде. Не, ну Казино-то тоже типа в Украине закрыли. У нас уже лет 5 назад закрыли. Ну я понял. Но Покерные клубы были, но что-то их сейчас тоже позакрывали. Такой 5 лет 10 назад уже Казино все закрыли. В смысле Покерные клубы? Такие 10 у него. То есть ты сейчас, ты хочешь сказать, ни Хрещатика, ни Хрещатика, ни Хрещатика, ни Империала, ничего нет уже закрытого. Да. У нас сколько? У нас три зоны. Одна на Дальнем Востоке, другая в Краснодарском крае, третья где-то под Питером. По идее там. Не знаю таких. Или под Питером не открыли еще. Ужас. В Краснодарском крае знаю весь Лас-Вегас местный. Как называется? Сочи? Притон. Притон Сочи. Притон Сочи. Заходите. Чувствуйте себя как дома. 6 минут. 5. Кстати, ну подожди. Мы сказали, что человек получил Айгис. Это 5 минут фарма частейших. Ну вот дайте ему эти 5 минут честно пофармить. Ну вот он купил мантузы. Он же заслужил. Там Сокрет подлетел. О, топ-то, смотри, потихонечку. Проседать. Нет желания Локарь тянкинуть. А нет желания Т3 сверху задевить? Не, ну прилетели вдвоем. Такие прям... Ой, поцепляют еще. Рыбу, рыба. Куда? Рыба. Нарал. Это Ло. Сейчас вот... Это просто припати перед Ло. А Энвокер еще не отпустит еще. Припати перед Ло. Что там Энвокер за кем бежит? Злайнсер убивает зомби. Завалит по-любому. И Куру тоже давай. Да верни уже. Уже сколько отдал Кур? Одно и больше, одно и меньше. Там Пурман Шилд можно было и отдать. Джей Йо, кстати, с рецептом на Монта Стайл. И у него осталось там какой-нибудь чуть-чуть. И он купит себе эту Монту. Ну да, и он будет неубиваемый здесь. Да, будет тяжелее намного. Не, ну не то чтобы неубиваемый. Просто будет тяжелее. А как его ловить? У него единственный, кто его может поймать, это Арчит. С Квапием в Монту просто нажмет и уйдет. С блинка АТП. Что-то Акаша просто так откинула Соник Вейв. 130 секунд пойдет тусоваться. А у нее, подожди, она что еще не загонима? Она думала, что она с Аганимом она фармит. А, да, она же БКБ купила. Да, что-то я тоже думал, что она уже с Аганимом. Как-то она его 100 лет назад начала собирать. Да, она подумала, 5 минут ничего не происходит, хоть льтом фармену. Ну да, круто. Там же все равно антимаг фармит. Какая разница? Зафармлю-то 300 голды. Я говорю, 30 голды зафармлю. Смотри, он прям ровно Монту додолбил, я Игус упал. Красавчик. 3.26 до нового. Блинкдаггер, тем временем, появился у Инвокера. Кстати, антимаг нифига типа не отрывается. У него 13500 и 13500 УПЛ. Ну смотри, несмотря на то, что он на линии, грубо говоря, там был, у него было 28 крипов в Ланте под 60, у него сейчас уже такой стандартный крипстат, вот этот 10 крипов. Но все будет уходить. В минуту? Ну да, более-менее. То есть он уже, ну, Мишка с Радиком. Вот фишка в том, что он чужие леса не фармил без Монты, а он сейчас с Монтой будет всю карту абсолютно фармить. Блин, Родианс на 27-й минуте, это очень поздно. Это прям жутко поздно. Ну да. Согласен. Полностью согласен. Инвокер. Жизнь такая тяжелая штука. Лошадь зарубил. Ну, наконец-то котла хоть кто-то на карте нашел, убил, потому что что-то очень долго он не умирал. Вот этот тоже клиент, кстати, будет умирать, который поймает. Медведь, медведю, еще, конечно, тут жить и жить. Медведь только начал играть тоже. Да-да-да, ему тут еще 80 минут. Медведь-то 12 лотов. Графики в нуле. Начинаем заново смотреть. Фантастика. Как круто. Ну, 5000 экспы ведут архоны. Скорее всего, лайнсеры сейчас заберут. Так, там фавард стоит. Нет, ну, уходит. Лайнс палил с этим торнадо, терпения не хватает. Инвиз там. У него же блинк был, мог бы запрыгнуть. Так он не знал. О, Квапа с гимом нашла баунти хантера. У него грифсы есть, правда? как же как же они тут на валют они спустя 8 минут вот он наконец-то наконец-то и теперь суши а вот теперь вот-вот-вот а теперь уж не дал тут сюда вот просто на байбеков-то нету а медведь-то быстро ломается лансером да это кстати очень круто медведь-то ой ой слушай а инвокер саганим сейчас рассказик даст все медведь дошел что это за звуки это медведь шел так зизу запрыгнул получает бласт ломайте парни время время деньги я полетел кирпич и просто не бьет медведя только сейчас начинает бить 7 секунд все появятся т3 т3 нужно забревать и бить вот это вот здание на самом деле у них и пл и медведь владмирса нет сейчас вообще в каждой игре у любой команды есть владмирс ой был бы тут тнс он бы сейчас этим камнем кстати с разменял столько же и по порталу анти такой демагогию по поводу владимира развил я потому что владмирс я не понимаю почему нет владмирса это действительно нонсенс у вас фантом лансер у вас медведь без владмирса но это прям какой-то ну это просто бред типа вы чайники ну типа да но он еще просто не успел господи у тебя должна быть что не успел я должна быть у нас всегда у тебя должны 11000 натворца после радика у нее 600 голды он не успел а графики в нуле в команде должен быть владмирс команде должен быть солар креста в команде должен быть урна и мека мека не обязательно мека но по игре урна то точно урна вообще всегда лансера поймали он пуржанул себя с него дефуза может быть уйдет но при гангер нажми на чё ты кружишься но даже бы нажал все равно ничего не дало всем догонял бы наверное его white bar то лансер убили блин какой-то какая-то такая рандомная игра просто происходит какие-то рандомные события на карте нет взял и пресекнут корню серёга это все планомерный команды архон для серёги просто это нормальная ситуация он говорит ничего необычного все как так все нормально нормально нормальная дота рашан воскрес тут вот просто квопа зашла ломает я клянусь это 3000 ммр грамота стрипер сломал ты когда сейчас за него еще обрюшись дэнаю о господи почему почему это так все наверное шиби на развороте драка мангельс форуэвер получает кассочку там ба пошла мангельс форуэвер какая же большая каша ты посмотри 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 как мессит его с руки какая большая ты посмотри и видно гэм гэм а где гэм а у неё гэм зачем инвокер сейчас дрался против неё когда она в бакабе была он хотел подраться он просто не шарит это это факер в эфире вот так нажить чё рашара всё никто не поймёт что произошло бакабе бакабе купил джио говорит теперь вы меня не возьмёте ну чё с рашаном будем делать парни кстати огоним мёртвый инвокер ну да ладно чё нам этот рашан нормально всё инвокер с байбэком по идее я не вижу отсюда по-моему есть да рамка да 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 у инвокера есть всё нормально там с байбэком пока всё в принципе ну учитывая что они по-любому этого рашана дадут надо было хотя бы на байбэк его развести он и не даже без инвокера до антимаг запрыгнул бакабе кстати у него появилось за 6 минут монта за 5 мишу валят мишу миша миша забейте вы на мишу бейте рашана ну всё будет это драка первая 5 на 5 походу что сейчас будет пацаны смотри 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 иди на хайграунд спали всю движунку там гем там гем медведя убей рыбка рыбка форстаф так рыбка мертвова рыбка сдохла антимаг бкб просто бегает рыбка ретарти боже там баска есть рыбу нас уже порезали какой мужчина вайтберт вайтберт антимага блин кидай 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 это боже какой контроль все просто прелестно там тем временем уаа шиби да ладно что выжил еще я сдох от них смотри лантер борется с инвокером смотри лантер боже тут такое шоу прыгнул и боже что сейчас давай 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 торнадо торнадо его реколь от реколь нажми допергангер стенка хорош допергангер не поедите ни рекольного не рекольного сбросился жалко не сдох инвокер подумал что ну ладно его рекольный все планомерно а причем была анимация я мышку держал на лантере была анимация что он возле котла но нет ну да как умерла квапа это конечно жестко Гошана валят не она просто прыгнула в нейтралов и сдохла у нее карта из прошлой версии вот зачем он валит Рошана ну че будет то экшен на Рошане где рыба где рыба где собственно минус армор от рыбы рыба бегала на базу а ее уже первые убили да только встала ну беги сюда беги у тебя же есть спринт без КПП трудно драться Мишка решил не заводить Мишку так антимак такой каленый ну просто сделайте поймали 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 посмотри ушел какой каленый Рошан боже там его даже не было нет он был здесь не было не было мне казалось что это был настоящий Т3 упал и Мишка грызет Касперовский барак ну почти где Каспер вот Касперовский барак Михаил опустите Каспера одного нужно в эфир боже какой лютый вот он Каспер вот он Каспер куда же без Каспера вот он Каспер через 7 часов придется да счастливый человек абсолютно так же так он вечером пришел мы говорим давай с нами всю ночь я только что 15 часов работал ну и пойду слабак правильно иди спи тоже мне аргумент 15 часов а если бы он работал 14 мы могли его на час оставить еще ну типа да по законодательству рабов можно взять сколько угодно законодательство Рухаба законодательство Рухаба рабы прав не имеют первое правило Рухаба ну что опять Аегис пять минут фрифарма антимага так я уже мониторю так слушай я уже там уже лобби создано чтобы вы понимали там уже создало лобби да понятное дело пишем в общий чат го пуш да еще только на квалах мы таким не занимались кстати это было бы весело я думаю хочешь попробую поржем ну можно ты под аккаунтом адеквата так что напишу я не адекват ну в принципе ты будешь прав да во всех смыслах вообще-то как это правда ну не прицел я же не адекват ну ты не адекват все просто медведь сплет пушит этой штукой талон талоном он катапульты грызет почему аганима нет до сих пор у медведя ну прикольно он не знает что работает это обидеть не читал кстати слушай ой-ой-ой поймали тридцатые завалили мишка мишка черт крипы убили не дали никому денег ну чё нового ага не ну бывает да тут немножко неприятно могли заработать сейчас но не пошло так хорегис кончится минутки через три пока тусуемся ой господи медведь собрал этот метас если он тогда радик сразу купил бы себе то у него уже бы четыре арта было так где там джиё вот он джиё пацана 2-2-0 было на восьмой минуте опачки баунти хантер мне кажется сейчас совершит ошибку дастик есть тут слышно было слышно было сейчас нажму даст да они без наушников играют сюда иди да нет он уже нажал даст и видел кто-то с наушниками один может быть может быть Квапа с геом путешествие китайцы все играют без наушников может быть американцы тоже решили что мы будем играть сегодня без наушников ну котл саганемчиком вигас тоже без наушников вот видишь о смок когда последний раз был смок ну в магазине откуда не было просто в лицо ему прыгать все достался что с ней произошло с этой клопой щел минус гем зомби уже два зеленых глаза в атаку в атаку давай где там зомби он понес домой свои монеты все видит сначала он стоял на медиу без vision в смысле зачем так он так всю игру стоял просто первый смог стрит джиё боже это такое 3.5 реально у меня в пабах такое же происходит постоянно о там пошел пацан да ладно тебе виталий когда ты последний раз в папто играл позавчера да ты что да я позавчера играл в папто и как оно я проиграл я играл с Витей и с Лешей а ну нет после Вити ни слова больше ребят нам вопрос задают что у нас с Китаем да мы пойдем на Китай через 13 минут мы просто прыгаем в лобби и смотрим IG против IG веб потому что мы не сможем эту игру смотреть с ДОТТВ что в ДОТТВ она будет лагать ну я думаю здесь попытаются за 15 минут закончить да да они идут нам на встречу рыба уже как бы не хочет заканчивать да лобби китайское создано да ну за минуту до начала зайдем быстренько да за минуту до начала зайдем ну там просто проблема в том что китайскими квалификациями мы не имеем никакого там никакой возможности даже админом что-то написать они делают сюрпризы они стартуют когда захотят не они вчера что-то даже вовремя стартовали так что может даже сегодня вовремя а мы не можем с одной машиной в лобби запрыгнуть надо же с этой запрыгивать именно с одной ливануть не мы можем ли вам ночь вот с моей запрыгнуть уже китайской лобби а с той досматривать но но потом при этом тяжелой хамите а ну по превью можно пометить мы там с дивана с дота тв мы можем досмотреть спокойно мы не можем смотреть америки китайский сервере у нас будет китая нет я говорю мы зайдем в лобби будем смотреть китай а мы зайдем бабе а вот это в dota outlook досматривать с американцами будет нормo короче я уже разобрался все будет норм через 13 минут все будет хоккей америка на 5 минут еще типа мы посмотрим еще раз пять минут которые там идут что скажет капитан просто китайский скажет гол если мы с дотова начнем америку смотреть графики 2000 на 40 минуте ничего не происходит но тут на самом деле игра до рошана какого-то 6 минут точно тусуемся рассказывал про американские стандарты да они фармят графики в нуле кто-то ошибает сейчас кто-то умрет без байбека игры закончится это ход сход с точно такая же игра там тоже все играют ну там в принципе байбаков один умрет все закончили снесут две-три стороны 2 3 лучше 3 нет всегда лучше 3 чем 2 нет иногда хочется чтобы 3 осталось вдруг камбек вот это самое вы видели волну котла загонил как будто эти виллы виллы а может и лошади я посмотрим в центре смотри мне показалось что ты виллы знаешь какие деревенские которые наступают лошадь и олени олени бегут ухты неси меня олень ситуации это же этот как его блин с гарри поттера как он назывался дамблдор нет спелл а я понял патронус патронуса бросают я понял они китайские админы могут подождать но если они могут подождать не ну просто имеется ввиду что играть и стартанет все но через 10 минут то есть будет ровно там за одну минуту до планированного старта мы зайдем в лобби мы напишем тут задолбали все будет нормально это смотри там ложь ждет 40 минут чтобы уже 39 57 да 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 тесторка на 20 играть в эту ровну арку он и они какие-то медленные антимагу да и сколько осталось от минут уже играть на 450 грибов всю победа уже и молодого у него осталось что супер тревола и а бус ау то вместо владмирса все это пять минут дамы за 8 должны закончить не ну там все там меди это сплит пуш на сплит пуш и кэмбэк и там все все пуш хг давай все давай пацаны лынчик давай только не спеша не спешал лынчик смотри какой великий как а ты выйдил касочки нет а медведь ломает нет и справа еще подошли но мне кажется полетят дефи вот это вот медведь не может ломать его здесь нет господи был только что мишка но все все закончился пуш и тут и здесь хорошо смотри термидведь идут по топу со всеми друзьями и идут по низу по миду или по низу и встречаются опять на базе друг другу до базы крипов и и опять свап плохо смог смог смотри первый раз собрались вместе где мкб-шечка у ланзера это выходная слушай а лансер уже больно бьет чу этот смог пить лансер без байбека к чему-то должен привести почему я надеюсь что к лансер без байбека к чему-то приведет нас к тому что будет на экс байбеке включу творцы уже на хрень кому не нужны там только у кого-то сайт байбек будем смотреть да так интересно то что-то и меня подводят глаза уже найти рамки я вообще сегодня только узнал про эти рамки и вообще не все равно не видно их не видно вот эти кадры надо всматриваться есть ли там желтая полосочка с байбеком я не вижу это просто первый раз первый раз никто говорит все точнее все говорят да реально там уже на следующий день ты уже все знали не всматриваться просто если вообще не видишь то нет смысла даже если это вообще не видишь что это в принципе проблема как бы наверно то тебя не должна беспокоить проблема байбеков если ты в принципе не видишь вот вокруг рошана смотри смотри что сейчас будет опа они чувствуешь не будет а не смотри все 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 пошла жара в хату а какая жара хата ничего не происходит и убегают пятеро в спину они решили фарджей растрепать смотри смотри блин блин все давай там вард 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 лови этого все экшен рыбка отбивается от иллюзий какой экшен все закончили все расход пацаны прыгать прыгать попал так-то ангелопия лови и треки в лицо брось мол хорош и топ т3 падает не могут не хотят драться дамы и господа ваше внимание предлагается уникальная возможность посмотреть сам бесполезный игрой на сети я подожди я не борется не борется они у них это же как на вас чем с квалифа война борьба а кстати левиафаны по-любому борется потому что если они это проигрывать им без шанса уже все ггпп то есть надо надо бороться сейчас разбежались там курьер чуть принес антимаг 5000 да все это сейчас можно включать мсс собирать 12 тысяч проигрывать игру имеет 12 косхарей в кармане это что-то прикупил после ради где он там да нет да был было у него кираса уже было даут кираса у нее есть и даже сверх кираса есть 2200 до сих мидасик кинь ну и не хочешь это слишком все гашан гашан шишки надо нажимать мидас надо нажимать айрон тэйлон 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 айрон талон талончиком просто пропечатать типа ну ща будет рашан за это вот рашан ну либо кто-то должен сторону забрать либо там должна быть драка хотя если сорта снится магом быстренько запрыгнуть там даже никто не успеет ухом пошевелить на раша на моментально сбривает осталось совсем чуть-чуть контролит инвокер то есть будет четко знать когда он появится сейчас на зеленый пойдет только надо тушь срочно ну да потому что там t3 этот барак это делать техники тут я думаю что сладо развернула антимаг кто полетел нет инвокер по дефит ладар с антимагом что заберут рашана я думаю это максимальный таймер водов на не было уже все значит что появится а я купил башер вместо нет ни вместо просто седьмой слот полежит пока на потом владмирс надо продавать вот 3 надо собирать пока будет обессал blade ребята кстати так и не купили из левиафан в адмирсе серьезно да и мне кажется и архоны тоже не купили все в адмирсе испытать мак не был самом начале да не собрал бы себе но если у нас еще все вот он вот он вот он грудь поймали байдберта бить но у нее нормально не есть грифсы все сбросила дала 3-ти антимаг покертом сутри запишу щелкнул то моментальный минусом важного героя зизу кстати тоже избивает на цепаните же его добивать добивать добиваю пацана нечем уйти через секунду только будет здесь драка подачь байбай сделал инвокер шиби отсюда уходит мусто нету стана стана нет башки байбайк вернулся в драку его лов снизу поймал лансера да ладно минус лансер с байбайком с байбайком лансер все нормально но у трошанчика все-таки отжали здесь ахоны и ничего не смогут сделать не могу башер до порешал файд да да он не в стэше лежал 45 5 минут в реформа антимага ребята 356 ну как раз супер башер щеку-то себе в минус кура пять минут ждем куру рекламная пауза четыре минуты до лова четыре минуты до лова господа или все-таки будем смотреть лоу из дота тв первого да не не как-то на лоу из дота тв хотя на лоу из дота тв можно смотреть на плеер с перспектива гоу мб не но она будет лагать понимаешь будет лагать а может и это не будет лагать может так действительно происходит мне кажется если мы включим плеер с перспектива пошел все проснуться все это это хайграунд упал ты видела он фула в таву с одной точкой нет аж не тот барак сейчас вот тут последняя драка джио давай джио ты можешь сломал прикол сейчас джио ну давайте ну пацаны все у вас мало времени там луа начинает они тоже хотят на лоб посмотреть типа гопуш там луа медведя убить а еще одного мишу работают и все же есть кто не сплит пушит наконец-то на него в принципе можно заходил на моей браке заканчивай игру на медведя тупо можно прыгнуть сейчас лордером вот потолокрите ты посмотри чё делами здесь пока б давай брат вы заваливар кончится пока мударчик по бараку обе этого медведя пофиг на него медведь бкб валит медведи шатануть барак стоит бой уже жизни барак ну барак ну я египс команду заберут на куда-то с этим сверху волшебского хорошо барак надо закрысить надо вкуснуть найти lancer и бы с него убить черт lancer байбек носа lancer нет у вас как у него есть написано ну нет он ее не убивали в клуба нажмите букву c вижу lancer я стокси нажми до включены у нас байбеки все нормально все мы видим да игра не закончилась аэгис там не тропнут даже теперь эти доме с отописал никуда к лагер без байбека если фокус убейте вы lancer просто вон он вон он вон он вон он все таки фишек и драться я не знаю они они не вторые не хотят почему-то надо все его рекоменд обратно улетели черт с ним черт с ним мишка моя самом деле давно бы купил аганим и гораздо больше быть черт и что же делать что же делать господа что же делать и g и g и vitality или смотрим сил моншарт данте максимум шорт ладно смотрим короче эту а джи виталий через дотове посмотрим да посмотрим первую через дотово мы посмотрим и gg виталийте через дотово ну мы просто спектр дай смотреть первое никак не успеваем ну надо закончить это второго медведя завалили она сейчас кулдам поменьше стало 120 кулдам но все равно сейчас будет третьим медведь последний или короче давай я сейчас прыгну в лобби а вот эту игру дотово посмотрим вот эту и понимаешь что если мы начнем и осмотреть дотовым и сейчас вернемся на 5 минут назад пока это как раз это антимага только экспресс очень страшного но умение не а можно на этот ком переключить камеру мы досмотрим так а ты в лобби будешь мне камеры на толком нельзя переключить у нас не подведен к сожалению ладно смотрим хотя ладно плеерцы смотрю так destro меня-то ребят и fight 1 1 раз посмотрим плеер с car suppose ладно что это будет жестко если самое предлагаю в детале мы ждали лобом и будем смотреть действительно плеер с перспектив бы все-таки не зря мы его со вчера как бы пиарили ребята надо показать как играют на серверах настоящих мастера да поэтому мы будем смотреть мастер хип-хопа рэпа ну нам нам не надо быть глубь и потому что до троту Gr 한다 это вы не жутко лагает и И когда мы Китай коментим, то мы очень лагаем в Dota TV. Как вам реализованный Башер? Он его вообще положил? У него, причем, смотри, у него уже Владмирс лежит в куре. Он купил себе Муншард. Башер лежит в стэше уже минут как 15. И Владмирс, я так не понимаю, зачем. Он просто походил Ауру давать, наверное, в дефис, слышишь, к этой курой подводить. Наверное. Или бы продал бы уже давно. А как мы сделаем? Мы будем транслировать через Dota TV, но все зайдут смотреть на стыча, да? Да. Да, все нормально. Просто в Dota TV у нас не будет просто в лобби, и все. Ничего страшного. А вторую карту мы уже будем в лобби. Да, так что все на Twitch присоединяйтесь. Ну да. Если вы нас в Dota TV внезапно смотрите, то смотрите на Twitch. Я думаю, все смотрят в основном через Twitch, потому что время, сколько, как говорится, 3 утра, 5 утра. В Dota TV там кликайте. Там только с телефонов такие спящие люди смотрят. Ну, либо фанаты ложь дут наконец-то. Они сейчас думают, плеер перспектив, да я всю жизнь этого ждал. Аегис, когда там кончится? Скоро. 50-ая минута. Графики в нуле. О, закончится через 15 минут. Вот Херега реально просто рассказал, как будут все игры. Говорит, когда две более-менее равные команды. Это всегда час, кто-то умер, ГГ. Пропал Аегис, 6 минут до нового. Максимальный таймер. 5 плюс 6. Звезды сошлись. Абузал, абузал взял. Смотри, этот фокк. Слорда разводит на обиде, сейчас кто-то умирает без байбека. Кто у нас есть без байбека? Ланцер. Сейчас он издохнет. Я себе кофе пью. Где желтенький? Смотри. Идет, идет. Смотри, Ланцер. На Ланцер, смотри, сейчас он встретится. Ланцер. Патимак прыгает на него. Не, не туда. Вот, 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 вот этого. Борис. Сабузал, сабузал. Патратил, блин, лови его, вот этого, лови его. Налево, налево. Лови его. Все, они его нашли. Блин, он запутался. Там в ветрах летает этот ВИЧ-доктор. БКБ-то просто так куда-то полетел. ВИЧ-доктор без байбек. Просто размотали ВИЧ-доктора. Боже, что это было? Это инвокер, бласт во все стороны. Перья во все стороны полетели. Это 25 уровень. 25 уровень. Или нет, 22. А ВИЧ-доктор у нас? Какой уровень? 22. 14-ый у инвокера. 14-ый у инвокера, это было бы весело. Это как во Фрозентроне Артас начинает. Акаша сверху хочет корзануть пушку. А Слордана ее охраняет. Поймали, 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 пацана. Ребят, ланцеры. Живи. Он без байбека. Без байбека 83 секунды. Заноси капусту. Китайцы, пишите, ждет. Они китайцы же не начали? Да не, не, нормально. Там барак упал. Это пушку она корзанула. Ну, пушку, пушку хорошо. Вот, смотри, план. Давай я тоже им нарисую. Пацаны, вот он план. Смотрите. На миникарте. Ну, я же не дурю. Вот тут на трон вот так вот разбегаешься. Они не знают, что они байбека нет. И пишешь гол. С выпрыжки в трон просто. Ну, им надо форсить его. Стараться идти по миду. Я не понимаю. Где он Чумак вообще? Я не понимаю. Чумак на базе. А что они там делают? Может, вообще сейчас хотя бы гол напишем? Ага, он тревел автора левела купил. Ну, пока он откуда унится. Ну, сейчас фармит третьего. 45 секунд. Так, ласт хит динайз. Такие немедленные. Боже, 40 секунд. Был, они ничего не делают. Капец. Я просто был бы, я не знаю. Там в миде, в миде убивают, убивают. Смотри. Смотри, кого? Нюшима. Бей его, бей его. Месси его, месси его. Каски, каски, каски. Месси этого мечдоктора. А куда делись каски? Медведь этого не качал. Не качал. Не, не, он кинул уже каски. Кинул. Ну, может, куда-то улетел. И там два героя рядом стояла. В крипу. Не знаю, может. Не знаю, куда. Котел на топе устраивает экшен. Крипы летают. Котел бегает. Движ. Короче. Мне эта игра нравится. Мне кажется, что она будет эти 180 минут. Да, не, не, не. Антимаги, медведи как-нибудь друг другу бараки покрысят. Я когда-то видел одну игру, когда вот такого вот антимага в итоге на 180-й минуте шатал в соло дизраптор с руки. С рапиркой? С рапиркой. С двумя, да? С двумя, да? Я видел тоже эту игру, по-моему. Хорошая игра была. А Мишка без Владмирса как плохо от крипов-то проседает, да? Боже, он до сих пор... Аганим на медведя. О, красавчик. Аганим на медведя. Это шестой герой. И вот сейчас вот это вот хорошо. Вот это вот хороший. Ну, как шестой? Я считаю, казалось бы, пятый и, наконец-то, пятый. Потому что медведь сам по себе такая чайка. Нет, Владмирса до сих пор нету. Боже, какие... Не будет, я тебе сразу говорил. Кто-то играет в Доту 2? Да, они третью ждут. Не, Левиафанам надо бороться. Третью Доту ждут? Да. Дота 3? Левиафанам надо бороться. Я понимаю Левиафанам. Левиафаны понимают, что их единственная надежда... Они зацепились только что за шанс. Да, и они могут. Они могут. Типа они думают, мы из каждой игры все лучше и лучше играем. Вы не представляете, что будет в гранд-финале. А ты прикинь, они сейчас выигрывают последние два матча. Завтра выигрывают по 2-0. Выходят в плей-офф. В плей-оффе шатают там комплексити. И прям... И выходят на... Потом Шанхай, топ-1. Шанхай, да. И все такие... Вау, реально. Графики в нуле. Мы этих типов недооценивали. Слева Лансеров сейчас, по-моему, встрянет. В спину заходит к нему ваунти-хантер. Потратил, топит гангер. И знаешь, что настоящее. Прыгай, прыгай. Ты же с собой... Опачки. Резать, резать, резать. Абузальчик, абузальчик. Монтачи с 2 секунды. Инвокер убил котла. Несуть. Зизу. С байбэком. 73 голды лишние. Купи что-нибудь, купи что-нибудь быстрее, ланься. Медведь толкай. За 150 такой носок. Носок? Красный. То, что ты купишь на протайне. Ну, покупайся. Да, покупайся. Давай разведи... Ломай, братан. Разведи его на байбэк. Да не выкупайся, нормально. Пойдем смотреть на ловом месте. Китайцы начали? Не знаю, начали, наверное, да. Должны были начать. Гоу, ремейк. Неважно, неважно. Тут все ломается. Байбэк. Трон падает. Там медведь без бака байбэк. Акаши сбили телепорт. Инвокер сбил Акаши телепорт справа. У него самого есть трвала. Это во ходу ГГ. Да не, Акаши... Антимак снизу бараки ломает. Акаши? Да, пофиг. Акаши не вернется. Акаши может пойти в фонтан. В трон просто. А инвокер хитрюга. Смотри, как Майнд Геймс на базе. Инвокер и Акаши. Не, ну а что? Пусть блин конец себе и уйдет. Акаши 7-100. Ну, прыгни на фото. Ее реколят. А Антимак работает там по корпусу. Там убили. Медвежонка. Бей его, бей его. Хорошо. Рефрешер купила. У Медведя есть байбэк? Она обратно хочет сетопешнуться, походу. Медведя это единственный, какой есть байбэк. Ее реколят на базу. Прилетела, купила рефрешер. Инвокер пришел к пацанам. И обратно улетел. Пришел к пацанам Инвокер. Ну давай, давай. Антимак внизу должен прыгнуть, барак забрать. Хорош, Антимак. Ой, хорош. Чикай, вот чик. Бей его, бей его. Бей его, бей его. Борис, 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 Борис. До конца. Где он? Умер. Рыбка, рыбка. Рыбка, рыбка. Рыбку превратили в мышку. Нет, живой, живой, му. Сейбет, сейбет, жить. БКБ, касочки. Матис Фрэмон. Боже, как они живут. Как они живут. Посмотри, победа. ГГБП. 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 Все, 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 все. ПЛ без байбэка. Давай, все. Пишите ГГБП. Баклажан. Глип нажали, глип нажали. Хотя до часа нажали. Давай, ГГБП, красавчики. Боже, какие вы сильные. Ливгейм, удачи. ГГБП пишу.